12 декабря в кабинете министров Республики Татарстан состоялся брифинг, посвященный подведению предварительных итогов развития спорта в Татарстане в 2012 году, а также планам на 2013. Участие в нем приняли министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана Рафис Бурганов и руководитель аппарата, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Казаин-2013 Лариса Сулима. По словам Рафиса Бурганова, количество занимающихся физкультурой и спортом в Татарстане постоянно растет. Универсиада становится трамплином для развития студенческого спорта. В настоящее время 17 спортивно-оздоровительных комплексов переданы ведущим вузам республики. 18 из них ждет завершения своего строительства, это дворец водных видов. Безусловно, это влияет на качество физического воспитания студентов, спортивного студенческого движения. В свою очередь Лариса Сулима отметила, что в преддверии главного спортивного события наступающего года на первый план вносится задача подготовить персонал и волонтеров Казан-2013 к универсиаде. Важную роль здесь играет проведение выездного рекрутинга на базе школ и вузов города. На сегодняшний день более 45 тысяч кандидатов заполнили анкету волонтера. Заключены соглашения с 50 ведущими вузами из 30 регионов России от Санкт-Петербурга до Владивостока, которые готовят команды волонтеров для работы на играх. К слову, 14 из них – казанские университеты. Несмотря на то, что рекрутинг еще не завершен, подготовка волонтеров к университете уже начата. Около 200 представителей разных регионов прошли обучение в брендовом проекте «Волонтерс Академии». Ребята приобрели богатый практический опыт, приняв участие в 47 спортивных мероприятиях, проведенных в Казани и Республике Татарстан, а также проработав на крупнейших российских проектов, среди которых международные спортивные игры «Дети Азии», прошедшие в Якутии саммит АТЭС в Владивостоке. Важно отметить, что благодаря партнерам университета компании «Education First» более 5000 волонтеров получили возможность пройти курс обучения английскому языку онлайн. Значимой составляющей при подготовке к играм стала программа «Мотивация, признание и поощрение волонтеров». Одним из первых проектов, проведенных в рамках этой программы, стал выпуск волонтерских карт, дающих ребятам скидки и бонусы на различные услуги от компаний-партнеров универсиады. В интервью порталу «Казан-2013» Лариса Сулима отметила, что предстоит проделать колоссальную работу в преддверии универсиады. И до 1 марта мы поставили перед собой задачу завершить полностью интервью и отбор всех кандидатов-волонтеров и сформировать команду в 20 тысяч человек. Потому что 13 марта на выставочном павильоне «Казанская ярмарка» павильон номер 1 начнет работу Центр аккредитации Оргкомитета персонала и волонтеров. Это будет Центр аккредитации и Центр выдачи униформа. Поэтому нам нужно будет на протяжении, начиная с марта, апреля, май и июнь месяц, всех 20 тысяч молодых людей, которые отобраны на универсиаду, во-первых, аккредитовать, во-вторых, еще экипировать. У нас в апреле месяце проводится огромное количество тестовых соревнований, апрель, май и в июне месяце. И поэтому это большая подготовительная работа. Уже с марта месяца мы начнем ориентационное обучение. Сегодня реализуется курс дистанционного обучения, и в июне месяце мы переступим к функциональному обучению на объекте. Кроме того, вы знаете, что утвержден график основных репетиций дней универсиады. То есть 8 июня полностью репетируем, 6 июля, что будет происходить в городе Казани в день церемонии открытия. Поэтому полностью подключена будут работать службы все оргкомитеты, в том числе и волонтеры. Лариса Сулима рассказала, что в преддверии универсиады также будут отработаны вопросы логистики и размещения волонтеров в Казань-2013. Ирина Игоренко, Камиль Сумаилов, специально для Казань-2013.ру